Всем привет! Сегодня я покажу вам все свои постройки, которые я сделал в BuilderBot for Treasure. Итак, первый это Z. Он нужен, на самом деле, чтобы универсировать зомби. Но в этой игре зомби пока нет, поэтому он не нужен, но я все равно могу сражаться с чем-нибудь другим. Например, я могу сделать вот так. Я могу стрелять из этого очень мощного крупнокалиберного минигана. У него есть хорошаяся турель. Тут и я сижу. Вот тут гусеницы от танка. Ну и, в принципе, все. Дальше идет вот такой вот истребитель. Мне нужно сделать вот так, чтобы он начал работать. Вот. Он упал, теперь я могу в него сесть. Вот. И я могу летать. Вот так вот. Я могу также прицелиться и стрелять из минигана. У меня также есть восемь бомб, которые я все могу скинуть. Так. Замедляю ход. Могу стрелять и скидываю бомбы. Первые две бомбы пошли. Еще две. Еще две. И последние. Они достаточно мощные, но они взрываются только когда... Только когда... Эээ... Вот, сейчас они взорвутся. И вот оно взорвалось. Дальше у него есть вот такие вот... Пушки. Которые могут вот так вот стрелять. Они точные и очень мощные. И походят для того, чтобы уничтожать танки. Итак, теперь я покажу вам кое-что. Так. Это там другой истребитель. Но он не мой. Так, теперь... Эээ... Ничего. А теперь я вам покажу другой истребитель. Ой. Какой другой истребитель? То есть я покажу вам другую свою постройку. Итак. Теперь идет боевой корабль. Значит, что у него есть? Я запрыгну на него. И теперь вот. У него есть вот такая антенна. И радиовышка. Чтобы замечать воздушные цели. Такие как истребители. Вот такая вот маленькая турель. И четыре ракеты. Которые я сейчас загружу. И вот такой вот пулемет. Хоть он и похож на лазер, но это все-таки пулемет. Мне нужно сделать вот так, опять же, чтобы он заработал. И нажать на вот этот вот рычаг. И я могу так же открывать вот эту дверь. И тут есть два водителя. То есть первый водитель. Это Агайя мод. То есть это не серьезно. Это не надо использовать. Это, короче, это для экстренных случаев. Так. Так. Также тут есть вот такой вот рычаг. Чтобы активировать вот эту вот турель. И она начнет бесконечно стрелять. И вот главное. Главный. Эм. То есть водитель. И он может управлять всем. Вот так вот двигается турель. И вон там внутри ракеты. Которые я могу выстрелить. Так. Раз. Два. Три. Четыре. И все. Все ракеты иссякли. Но они на самом деле очень сильные. Теперь. Эм. Вот такой вот. Вот такая вот маленькая турелька. Но она достаточно сильная. Давайте я поверну ее вот так. И начну стрелять. Мне нужно нажать на этот рычаг, чтобы стрелять. И так она будет стрелять вечно. Теперь вот такой вот пулемет. Я могу прицеливаться и стрелять. Он очень мощный и очень хорошо подходит для того, чтобы уничтожать какие-нибудь истребители или те же самые самолеты. В общем эта башня такая. Это она главная и наносит больше всего урона. Но эта башня тоже достаточно сильная. Тут еще такие бортики, чтобы я мог ходить по ним. Закроем дверь. Закроем дверь. Закроем дверь. И я могу в принципе ходить по этому кораблю. Он очень большой. Так я стреляю куда-то вон туда. Но я пока не могу этим управлять. Ну и так вот выглядит поближе маленькая турелька. Вот тут механики, чтобы она могла двигаться. Но внутри тут ничего нет. Потому что у меня бы просто не хватило титаниума, чтобы все это заполнить. Потому что вся вот эта постройка уже занимает 3000 титанов. Ладно, переходим к следующей постройке. И так дальше идет Маус Х. У него есть целых три пушки. Вот это пулемет. Вот тут вот еще пулемет. На это не обращайте внимание. Мне надо сделать одну вещь, чтобы это все настроить. То есть зажать одну кнопку. Вот так вот. И все, он собрался. Теперь вот тут еще есть вспомогательная пушка, как у настоящего Мауса. И основная пушка, в которой находится 60 пушек. А в этой где-то 20. Ну и тут тоже. А это недоработанный Джавелин. И тут также. И вот на этой стороне есть броня. На этой стороне тоже должна быть броня. Но у меня не хватило металла, чтобы это все доделать. Тут еще такие вот укрепления, чтобы не смогли пробить. Тут еще такой вот. Я не закончил детализирование этого танка. Мне уже не хочется как-то его и детализировать. Хочет это и самый мощный мой танк. Да и в принципе один из первых моих танков. Но я все равно как-то не хочу его дорабатывать. И вот тут есть вот такие вот прожекторы. Они тоже укрепленные. Вот такая вот башня. И вот тут должна стоять бочка. Но как же я опять сказал, я не доделал этот танк. И вот тут вот такой вот провод, который можно вставить сюда, чтобы подзарядить сам танк. Теперь вот как он выглядит внутри. Очень скотно тут ничего нету почти. И я могу управлять. Я могу вращать турелью. И вращать пушкой тоже я умею. И могу я делать также вот так. Итак, на кнопку С вот я направляю пушки и я могу стрелять вот этим пулеметом. Вот так вот выворачиваю его и стреляю. Он стреляет одновременно пушками и миниганом. Переворачиваю его и вот теперь основные орудия. Помогательное орудие. Вот же. Вот я выстрелил. Теперь пулемет. Он немного лаганный, потому что там очень много миниганов. И основное орудие. Но выпускает три заряда. Заряды, которые очень мощные. И также он может протаранить почти любую цель. Потому что на нем есть просто огромное количество. Огромное количество. Огромное количество. То, что произошло. Короче. Тут плитка перетела. Истребитель. Истребитель не исчезает какого-то огромного робота, который висит в воздухе. Но, наверное, его не достроили. И вот. Так вот тут очень много спайк-блоков. Которые шипы. И они наносят много урона. Когда я таранит. Могу вот так отнестись. Просто очень быстро. Это очень быстрый танк. Хоть он не многотонный. Он весит где-то 200 тонн. А может даже и 300 тонн. Потому что тут очень много обрадования. И намного. Он сильнее, чем обычный Маус. Ну ладно. Теперь я вам покажу другую свою постойку. Итак. Следующий танк. Он называется Панзер 3А. Он выглядит вот так вот. Я почти закончил его детализирование. Вот так он выглядит внутри. То есть есть ускорители. И само колесо, которое вращает турель. Так. Мне надо сделать вот так вот. И теперь я могу вращать турель. И пушку я тоже могу вращать вот так вот. И я могу также стрелять. Я нажимаю на В. И мне нужно кликнуть по экрану, чтобы выстрелить. И налет вылетает не так уж и быстро. Потому что я совсем его не доделал. Давайте посмотрим поближе на его детализацию. Тут вот так вот есть база для гусениц. Которые скрыты в самом танке. Вот такой вот тут зад. И вот тут есть вот такие вот лайты. Которые я могу также активировать. Вот тут находится. Короче, вот тут находится снаряжение. А вот тут вот камера. Но эта камера нужна для специфических целей. Итак. И есть вот такой вот обзор. Ну. Эй, вот. Я вот так вот могу. Ой-ой-ой-ой. Не то активировал. И нажав на Х. Я могу смотреть вот отсюда вот. Вот из этого. Вот. То есть. Вот я могу. Я типа вот так вот присоединил. И смотрю вот так вот. Я ведь. Эм. 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 там просто изничтожение этого бедного робота происходит. Ну. Эм. Ладно. Эм. 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 Дальше идёт совсем незаконченный, загонченный золотой Z. Я сделал небольшую часть турели, но я несложно её делал, потому что она мне всегда почему-то не нравится. Тут все цвета, которые использованы в этом Z. Он выглядит достаточно хорошо, мне он нравится. Но я случайно оборвал себе весь прогресс, когда я делал турель. Я делал такой турель и понимаю, что я допустил ошибку и загружаю. Потом я загружаю и оказывается, что я засейвил постройку только на этом моменте. Ладно, переходим к следующей постройке. Чё-то я не туда пошёл. Дальше я построил вот такого Тиви Мэна, и там Тиви Мэна. Так, тут просто уничтожили этого бедного робота. И он начарился и просто весь уничтожился. Так, ладно. У него есть такая корона. Вот такая вот. И вот тут есть... Вот тут я... Вот тут вот база для... Для... Вот такие тоже ракеты, которые выпускаются из вот этих вот лаунжеров. У него три телевизора. И незаконченная рука. Астра рука. Это Титана Теумен 3.0. О, робот восстановился. Короче, это Титана Теумен 3.0. Вот такие ноги. И он может вращать своим телом и головой. Вот тут есть колесо, которое это и исполняет. Ладно, переходим к следующей постройке. Ладно, я кажется только кто понял то, что я уже показал все свои слоты. Поэтому всё. Всем пока! Пока!